Тольятти Два человека погибли на воде в Самарской области. За трое суток в регионе произошли два трагических инцидента на воде. 6 сентября спасатели Тольятти получили сообщение об утонувшем человеке в Волге Комсомольского района. Спустя сутки 7 сентября. Аналогичное сообщение поступило из Сызрани, где спасатели работали над извлечением тела из реки Крымза. С начала года в Самарской области зарегистрированы 70 происшествий на воде, унесших жизни 50 человек. Где мастерам декоративно-прикладного творчества можно продвигать свою продукцию? С таким вопросом тольяттинские ремесленники обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву. По результатам обсуждения глава региона принял решение о запуске проекта ярмарки ремесленников. Подробности в нашем следующем материале. После того, как я уволилась с работы, искала себя и нашла в таком творчестве. Я работала социальным работником. И мое призвание на самом деле – это приносить людям пользу. И я решила так себя реализовать, приносить людям пользу тем, что произвожу полезные снеки с заботой о здоровье. Лидия Митянишева с гордостью рассказывает о своей продукции. Здесь фруктовые чипсы и пастила из ягод, снеки из мяса, вяленые помидорчики. Часть продукции Лидия выращивает на даче, часть закупает. Еще вчера свою продукцию Лидия реализовала только онлайн. Но никакая фотография в соцсетях не заменит личного общения и возможности попробовать такие полезные вкусняшки. Приятного аппетита! Приходите, приходите! А вот у Юлии Черковой товар иного рода. Ароматные свечи, милые открытки и картинки, украшения и энергетические амулеты под единым брендом. Кому-то украшения не очень, допустим, кто-то подходит, картины смотрит, кто-то за свечи, кому-то наоборот сережки. Ну то есть разные люди по-разному реагируют и по-разному. То есть у кого-то такое, мельком прошли, посмотрели, а у кого-то более прям точный интерес есть. То есть в принципе нам нравится. И все своими руками, со всей душой и от чистого сердца. Эти милые дамы настоящие искусницы. И таких в нашем городе очень много. Только вот мест, где мастерам декоративно-прикладного творчества можно было бы продавать свою продукцию, очень мало. С этой проблемой самозанятые итальянские ремесленники вышли к главе региона. Вячеслав Федорищев принял решение о запуске проекта ремесленной ярмарки. В течение месяца по поручению руководителя области совместно с администрацией города, областными министерствами промышленности и торговли и министерствами экономического развития и инвестиций этот вопрос был проработан. И вот пилотная ярмарка начала свою работу на площадке сквера в честь 50-летия автоваза в Тольятти. Место замечательное, на самом деле, особенно по вечерам. Здесь много народу и здесь очень красиво, все подсвечено. Поэтому я думаю, что да, место неплохое. И я думаю, что покупатели, когда знают о нас, что мы здесь стоим, что будут приходить к нам постоянно. Есть прям очень много, практически все мастера. Они каждый уникален по-своему, каждый несет в свою продукцию, в то, что он делает, в свою душу вкладывает. И это очень здорово. Кроме организации торговых мест, в летний осенний период по выходным дням в Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил провести обучающие семинары по продвижению продукции на маркетплейсах для самозанятых ремесленников. А еще появилась идея организовать ярмарки по всей области, где мастера смогут реализовать свои произведения, при этом платить за аренду площадки им не придется. Елена Туманова, Андрей Комиссаров, Новости Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин